всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир со мной с катей мирошниченко и мы сегодня будем лепить я расскажу почему в линейке эми есть только два пластилина и они оба белых и так поехали смотрите что у нас сегодня с вами будет я сначала хотела показать вот такой сложный вариант но поняла что в рамках эфира это что-то такая долгая история вот поэтому я показываю лепку более минималистичный простой вариант специально сделала лепку в тон фона чтобы это тоже был такой хром с точки зрения композиции тоже не сильно загружена есть самое главное посмотреть технику вам да и так почему же в эми есть пластилин чем их два пластилина и они еще и оба белые почему так я вот сколько себя помню когда преподавала лепку я всегда учеников учила покупать только белый акрил и его красть покупать белый пластилин и его красть для окрашивания прекрасно подходит самые обычные неоновые пигменты у эми они тоже есть в том числе могу напомнить желтый 185 пигмент зеленый 186 пигмент 177 оранжевый пигмент 180 неоновый пигмент розовый номер 178 номер 178 и итак чем же отличаются два пластилина друг от друга вот пластилин white это мягкий пластилин там где написано пластилин hard ну понятно да hard это твердый жесткий больше даже тоже white поэтому это твердый это мягкий сейчас можно посмотреть сейчас будем баночкой работать смотреть и вами видно что вот он чем-то по твердости напоминает акригели либо полигели может быть чуть-чуть тверже потому что для лепки конечно в чистом виде акригели не всегда подходят вот пластилин по химическому составу это тот же акригель просто более пастозный если мы сейчас откроем hard вы увидите разницу посмотрите уже это уже другое он более твердый совсем и вот им как правило кисточкой лепить будет не очень удобно обычно для hard используют либо какие-то вещи вы лепите вот так вот прям вручную особенно какие-нибудь игрушки лепить им удобно да и этим пластилином классно работает стеками такими резиновыми а для мягкого пластилина вполне себе идет кисточка вот но кисточка идет не одна она всегда идет в паре с каким-то инструментом либо та же палочка апельсиновая либо тот же стек вот в чистом виде кисточки не подходит не для мягкого пластилина не для твердого вы должны понимать это будет такой знаете очень медленный твердый процесс и так еще раз у эми только два пластилина и оба белые отличается по мягкости предполагается что мы будем красить лучше купить заранее пустые баночки сейчас благо это очень легко сделать заходите на вал берез ищите пустые баночки тара главное чтоб она была непрозрачная баночка баночку накладываете небольшое количество белого пластилина из основной банки кстати можно купить не 5 грамм да а лучше купить 15 так вы купите 15 грамм на мешаете но еще раз баночка должна быть видите непрозрачная чтобы крышка была у баночки непрозрачная все и поехали смотрите это лучше делать не при клиентах чтобы у вас был просто заранее уже заготовленный покрашенный пластилин много пигмента не надо покупать ваша задача сделать пастельные оттенки почему же пастельные оттенки я не люблю яркий пластилин потому что когда особенно тема цветов делается на ярком пластилине вот эти прожилки фактура она так не читается к сожалению только там где в составе белый пигмент идет а это значит такой белесый какой-то цвет пастельный пластилина читается хорошо фактура вот я себя сколько помню и конкурсы лепка я сложную всегда делала да я всегда старалась использовать либо акрил пастельный либо пластилин пастельный потому что тогда это знаете не какашульки от мух непонятные на ногтях а это видно что это круженая лепка барельефная вот и таким образом вы окрашиваете определенный объем пластилина и хранить уже где-то в баночке это понятно что хранить нужно в закрытом месте где-то в темном месте потом еще эти банки хранить не так что вы нам мешали где-то нам палитре и отложили в сторону он задубеет этот пластилин он должен быть закрыт в баночке покрашенный смотрите какие цвета красивых получаются у меня раньше кстати палитры вот когда были пластмассовые воями у нас мы давно их по моему уже не закупаем тоже удобная палитре намешала и у меня это все в палитрах хранилось понятно что соответственно другие дополнительные оттенки которые вам нужны вы получаете путем намешивания да если мне нужен сиреневый я беру какую-то пропорцию голубого добавляю розовый пастельный и получается красивый сиреневый нужен не какой-то другой оттенок зеленого можно взять черный пигмент добавить так но мне сейчас пигмента нет под рукой на графитовый пигмент коричневый пигмент смотрите и делаем из такого няшечного зеленого красивый оливковый оттенок увидели там нужен например персик не такой яркий да а чуть-чуть пастельный возьмите тоже черного пигмента капелюсичку добавьте и у вас с такого игрушечного персика получается красивый бежевый оттенок и так далее понятно да таким образом вы намешиваете любую палитру заранее цветного пластилина просто имея одну банку пластилина поэтому пластилин рекомендуется покупать не вот такой маленькой баночкой смотрите а вот такой большой 15 грамм пластилина я конечно люблю больше мягким любить и чаще всего работаю на самом деле мягким пластилином чаще всего я именно мягким работаю вот но иногда прям вот требуется более твердый поэтому на всякий случай пластилин hard хотя бы вот пять грамм приобретите чтобы он у вас был под рукой потому что еще раз hard он конечно для барельефной лепки не очень подходит но например для каких-то без барельефа от цветочков когда знаете вот сделали буквально вот горошинку ведь он хорошо катается зайчиков мишек лепить классно из этого твердого пластилина видите немножко по-другому работает поэтому иногда хард нужен итак если мы хотим чтобы барельеф красиво читался обязательно рекомендую делать подмалевок какой-то контрастный по отношению к пастельному цвету вот это сложный вариант я делала до эфира это тут и стемпинг и подмалевок долго делала поэтому решила бы в рамках эфира не показывать иначе у меня с комментариями просто заснете все это слушать долго будет поэтому я делаю полностью от руки сейчас лепку цветов и для этого делаю сама подмалевок возьмите любой гель-лак вот я взяла краску гелевую сейчас я намешаю я просто люблю гранат краску и всегда намешиваю его с чем-нибудь прозрачненьким сделаем подмалевок во первых мы зададим тень по которой будет прикольно лепиться пластилиновая масса она будет хорошо читаться плюс мы зададим контур границы за которую мы вылазить не будем потому что если брать сразу пластилины по поверхности лепить как правило у нас цветы такие очень большие всегда выходят потому что всегда мы берем пластилина чуть больше чем надо это вот ну неосознанно происходит поэтому лучше вот задать заранее границы будущих цветов вот я например обычные круглые цветы очень рекомендую курс на имя онлайн точка ру купить он стоит недорого моего записывали саны с насти челюбеевой очень хороший курс базовый курс по лепке пластилином там прям вот вся моя технология базовая которой вот если ею пользоваться более чем достаточно чтобы воспроизводить разного типа цветочки еще пластин очень круто подходит если например берем осенне-зимний период смотрите вот такой минимализм абстракция то чего и очень круто понятно что цветочная история так как правило показайте весенние весенние летняя история до зимой цветы редко кто-то может попросить и смотрите как круто можно сделать такой вот минимализм стиле называют интерьерной живописи это я кстати делала в клубе закрыта в канале для наших учеников стоп мастером так и дальше я рекомендую лепку осуществлять по матам удобно потому что лепка эта история как правило по финишу вот и для финиша лучше использовать именно матовую поверхность потому что по глянцевой поверхности будет сложно делать особенно прожилки не будет такой красоты мягкой то что видите здесь очень мягкая такая растушевка внутри прожилочка у нас получается эти вот здесь вот так вот она мягко мягко на нет сходит видите вот такой мягенький переход из плотного края в такой в полупрозрачный края плотного здесь полупрозрачный поэтому лучше делать так как я говорю матовый топ даст прям очень комфортно для этого поверхность так ну и кисти как я и сказала берете вот у меня колонок красный соболь может быть синтетику часто я беру короче круглая кисточка нужно маленькая можно еще меньше брать у меня соболь это тройка идеальный мазок красный соболь это не у меня старая вот видите это вообще древняя кисть я не знаю сколько лет ей износа нет вот в чем плюс конечно соболей пусть она и стоит дорого эта кисть синтетика все-таки быстрее пользуется портится от жидкостей вот жидкость мы будем использовать для лепки очищающий спрей вот и кистью 1 мы не лепим я уже говорила обязательно какой-то вспомогательный инструмент либо стейки вы разные покупаете вы такие силиконовые прям можно купить упаковку не разные бывают чуть более острые часы смотрю где-то у меня был тоже такой классный остренький куда-то я дело но они все равно все крупного понимаете все равно все эти стеки они крупного ты и в итоге вот сколько я себя помню вот у меня обычная апельсиновая палочка помощник а потом только идет кисточка палочка потом кисточка палочка потом кисточка лепим двумя инструментами одним не получится и поехали мне понравилось сделать когда вы берете цвет гель-лака в тон и цвет намешиваете цвет пластилина цветы тогда будут такие монохромные не будет в глаза бросаться сильно небольшое количество понятно что нужно и палочку смочить в любом случае палочка мне поможет чуть-чуть разжать и наметить те же если хочется сделать прожилки будущие прожилки только после этого мы берем кисть чтобы жидкости много на кисти не было желательно кисть вот где-то об салфеточку собирать если будет очень много жидкости жидкость будет разъедать пластилин и он будет липнуть кисточки все и вот такими движениями туда-сюда начинаем продавливать прожимать где-то чуть в сторону разводить и очень красивый переход из полупрозрачного в плотный цвет лепестка благодаря подмалевку получается и на несколько секунд в лампу и вот так методично начинаем работать понятно когда на клиентах если я работаю я делаю по 3 по 4 лепестка сразу леплю вот так как я сейчас делаю работу на камеру да вы хотите видеть такую чистую работу более идеальную поэтому я буду упорно сушить по 1 горошинке понимаете чтобы это все было прям идеально добрый день кто пропустил начало эфира обязательно потом пересмотрите в записи его посмотрите как я учу красить пластилин что на самом деле чтобы начать оттачивать технику лепки не нужно покупать кучу этого пластилина достаточно купить одну банку пластилина и это белый пластилин вот если нет пигментов купить пигменты неоновые стараемся брать как можно меньше пластилина чтобы у нас был где-то полупрозрачный слой возле центра здесь будет одна прожилка например очень хорошо когда виднеется фон поэтому рекомендуется делать на контрастном фоне например я не люблю когда светлые цветы на каком-нибудь бордовом фоне гель-лака стрём стрёмный хочется сделать просто монохром поэтому мы с вами делаем фонта светлый но подмалевок это потом исчезнет сейчас этот подмалевок него ничего не останется темный как раз чтобы вот эта красивая фактура была у лепестка всегда смачивать нужно даже палочку не будете смачивать будет прилипать и вообще если чувствуете что кисть начинает прилипать пластилину то либо она не смоченная либо уже пластилин растворился от жидкости и поплыл в этом случае лучше удалить эту горошину и по новой взять свежий пластилин можно на следующий раз все таки сделать такую сложную лепку композицию но я просто подготовлю полуфабрикаты чтобы я в эфире не все делала только частично потому что сделать от кутикула свободного края такой вариант долговато в рамках эфира потому что все равно много говорю комментирую так и еще одна горошинка последний лепесток вот его тоже можно сделать без прожилки что ты ищешь спроси что-нибудь прикольное а что тебе надо заменить цветочек возьми шармикончики конечно приклеишь это лепить даже смотрю мама как раз лепка идет а там цветы у твоей сольки гиганты надо было бы взять акригель прозрачные лепить из акригеля либо джейм теклер брать или пить джейм теклера такие стеклярусные цветы так сушим и приступаем к следующим жемчуг если такой гигантский будешь ставить оставить обязательно надо на медиум либо на макси базу сверху обязательно топом перекрывать иначе нам дерет это все у меня дочка ногти начала делать сейчас какой-то шедевром там подружки ваять так тоже всмочили наметили лучше взять меньше пластилина чем много потому что когда в лепестке много пластилина нет прозрачности нет прозрачности тогда не будет фактуры привет саш да снова горошинка намочили палочку опять чуть-чуть вот так вот притоптали издавать вот например без прожилки сделаем пусть будет вот эти здесь вот очень важно в центре чтобы не было такой ярко выраженной границы я чувствую что лишняя вот это вот возьмите вот так уберите без прожилок лепить быстрее конечно силиконовые стеки вот будете резиновые для лепки покупать покупайте сразу много потому что иногда не видно на фото какой он будет крупный или мелкий вот ну я сама видите стеки вам показываю но я ими работать не работаю можно приподнять чуть-чуть края лепесточков смотрите где так интересно получается так с прожилками оль задел эфир проверь его не зависли у меня конечно с прожилками это все по-другому выглядит и последний лепесток также горошин нормально все также можно с прожилками сделать когда мы поставим сейчас серединку сердцевинка это могут быть стразы это могут быть бульонки вот единственно бульонки лучше очень мелкие то сегодня искала не нашла мелких бульонок хотя где-то у меня были специально для лепки цветов вот поэтому мне сегодня жемчужинки будут они снивелируют как раз эти серединки уже тщательно сушим две минуты никакие говорила чтобы объединить эти лепестки и спрятать вот эти все мелкие неровности которые у нас в центре идут нужно туда что-то посадить и сажаете это база ими лак конечно желательно потому что на базу ими лак очень хорошо делается вообще вся фурнитура желательно может быть не бейс гель а медиум либо макси брать перед тем как мы будем заканчивать мы берем евроклинсер обезжириватель ими и смотрите что происходит я снимаю липкий слой хотя липкого слоя как такового нету пластилина вот но он после дополнительного обезжиривания становятся таким прям вот фарфоровым ведь него другая уже такая консистенция симпатичная появляется вот поэтому я всегда идите пластилин протираю он прям превращается фарфоровый на матовом фоне смотрится роскошно и сажаем уже бисер бульонки меня сегодня ведь и жемчужинки эти они сразу нивелируют до прячут недостатки если на жемчужинки надо потом отдельно каждую пройти топом без липкости вскрыть ночи облезут после первого мытья посуды вот такая няшесть понятно лепку не делают на все ногти так как правило знаете там два больших пальца сделали достаточно смотрим какая у нас получилась композиция вместе обязательно попробуйте пластилин во первых даже если вы все-таки решите потом такое клиентам не делать но опять же чтоб продать это клиентам что нужно сделать сделать себе на руках покрытие и лепку понимаете когда клиент видит какой-то процент но попросит понимаете даже лепку вот напомнили поработала я сегодня вот таким пластилином я вас сегодня его учила красить пластилин white лучше брать конечно 15 грамм не 5 грамм потому что расход очень большой если вы решите покрасить сделать целый набор из цветного пластилина все на этом наш эфир подошел концу сейчас можно так вот поближе сделать думаю что либо на этой неделе либо на следующей неделе обязательно покажу такой сложный вариант композиции всем пока пока